Здрасте! Мы пешком! Вот сейчас мы на дороге, которая ведет к монастырю Нураванг. Она настолько живописная, что мы специально вышли из машины, чтобы вам показать эти скалы, по которым альпинисты специально приезжают со всего мира и карабкаются наверх. Но мы карабкаться не будем, а просто покажем вам эту красоту. Они не карабкаются, они поднимаются. Ну, карабкаются все же. В 80-х годах, когда еще не было этой красивой дороги, здесь проводился чемпионат СССР по наскальному альпинизму, и соревновались альпинисты со всего Союза. В 2006 году маршрут для скалолазов был проложен заново с помощью российских альпинистов. Друзья, благодаря нашему спонсору мы приобрели новое оборудование, которое позволит в дальнейшем улучшить качество наших видео. Спасибо, Карин! Подписывайтесь, пожалуйста, и не забывайте ставить лайки. Это очень поможет в продвижении видео. Ведь если оно понравилось вам, значит, заслуживает и того, чтобы его посмотрели и другие. И там была обнаружена туфелька, кожаная туфелька. Очень красивая, очень похожа на современную обувь. Она сейчас демонстрируется в музее истории Армении. И насчитывает, и считает, что возраст этой туфельки, ну, примерно 6-7 тысяч лет. Что же касается истории древней туфельки, то найдена она была неподалеку отсюда, в одной из пещер Арени в 2010 году. Вернее, это вполне полноценная пара кожаных шнурованных туфель 37-го размера, которые теперь хранятся в историческом музее в Ереване. Короче, как мы поняли, армяне отлично шили обувь еще с древнейших времен. Поэтому во времена менее древние за местные обуви приезжали со всех концов СССР. Нураванг был основан в 1205 году епископом Ованесом. Комплекс включает в себя церковь Сурб Карапет святого Иоанна Крестителя, часовню Сурб Грекор святого Григория со сводчатым залом и церковь Сурб Аствацадзин святой Богоматери. На территории монастыря находится огромное количество старых хачкаров. Церковь Сурб Аствацадзин была построена архитектором Момико. Считается, что это была его последняя работа. На этой стройке он и погиб. Рядом с церковью находится его могильный хачкар, небольшой, скромно украшенный, датированный 1339 годом, годом завершения строительства этой церкви. Но Раванг был резиденцией армянских князей Орбелянов. Цокольный этаж – это родовая усыпальница. Семь ступенек ведут в мрачный подземный склеп. Ступеньки, по которым нужно подняться туда, цокольные и узкие. Подниматься по ним непросто, а спускаться еще сложнее. Наверху, благодаря этой ротонде, очень светло и радостно. Вот туда надо стремиться, потому что это Божий дом. Вот стремиться надо туда. Подниматься по ступенькам сложно, потому что непросто подойти к Господу, а отвернуться от него и отойти еще сложнее. Над входом в усыпальницу богоматерь с младенцем. По бокам два ангела. Архангел Габриил и Михаил. Лица у них разбиты, потому что во время очередного вражеского мусульманского нашествия лица были сломаны, поскольку Коран запрещает изображение лиц людей и животных. Наверху, над входом в церковь, сам Иисус с двумя апостолами. Это слева апостол Петр, справа апостол Павел. Иисус с двумя апостолами. 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 Вторая церковь Святого Карапета была построена в 1216-1227 годах по указу князя Лепарита Арбеляна, севернее развалин древнего храма, носящего тоже название и разрушенного землетрясения. Над дверью барельеф с изображением Бога Отца, который правой рукой благословляет распятие, а левый держит голову Адама с парящим над ней голубем, символизирующим Святой Дух. В правом углу – голубь Серафим, а пространство между ним и фигурой Отца заполнено письменами. В западной стороне церкви в 1261 году был пристроен притвор, здесь хачкары и надгробные плиты в полу. Смотрите, какая надгробная плита с резным изображением человека-льва. Она датирована 1300 годом. Это усыпальница Эликума, сына князя Тарсаича Орбеляна, который, подобно льву, рычал на врага. Но Раванг неоднократно страдал, как от человеческого разгула, мусульманских нашествий, так и от буйства стихий. Сразу несколько землетрясений оставили здесь свой разрушительный след. Монастырь восстанавливали в XIV веке, затем ремонтировали в 1949 году. В 1998 году реставрацию осуществила на свои средства семья армян из Канады – Тигран и Диана Аджитяны. Тучи сгущаются, а мы уезжаем в Арини, в уютный дом под горой, который укрывает село от ветров и холода, создавая особый микроклимат. Именно здесь нас дожидалась купленная нами еще днем вкусная рыба. Мы завезли ее сюда перед тем, как отправиться в Нораванг. Смотрите, как Артур, хозяин дома, ее готовит. Она на шампурах вместе с картошкой. Она на шампурах вместе с картошкой. А мы пока ушли на уютную кухню. Посмотрите, сколько всего. Компоты, варенье, соленье – все это изобилие приготовлено руками Анны, жены Артура. Арини – традиционное винодельческое место. Так что тут еще и свое вино. Короче, для людей, которые весь день мотались по дорогам, это как обретение гастрономического рая. А это старинная походная люлька. Автокресло из прошлых времен, где теперь убаюкивается лаваш. Конец моим страданиям и разочарованием, и сразу наступает хорошая погода. Ведь это замечательно и даже очень здорово, когда можно съесть эту невыносимо вкусную рыбу. Туристов из России, как рассказывали нам, поражают тут две вещи. То, насколько вкусная еда – это раз. А второе – то, насколько она дешевая. Наш гид привозил как-то сюда туристы из Москвы. Он и варенье увез, и мацун в банки, и даже стерляць приготовленную. Вот собирается снова приехать. Мы приехали в гости к Анне и к Артуру. Это вот у них замечательный дом с таким деревенским колоритом, невероятно уютной кухней, своим хозяйством. Все, что подается на стол, они выращивают, приготавливают своими руками. И плюс это все в таких, в атмосфере гор, красивых мест. И мы решили с ними пообщаться, чтобы они нам рассказали, как они вот это все задумали, насколько у них это все удачно получается. И в чем вообще идея того, что они делают. В этом году я, в 2001 году, в 20-м году, сроки, 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 сроки. Я, в этом году, сроки, сроки, сроки. Тут всегда было много туристов. Еще 20 лет назад, когда я работал в том числе и поваром. Но в итоге решили предпринять что-то свое. Маленький семейный бизнес. Мы открылись в 2019 году. Дела шли неплохо. Потом пандемия и все замерло. Только с марта этого года все стало налаживаться. Больше всего среди его гостей, говорит Артур, людей из России. Еще приезжают армяне из США. Но есть, конечно, туристы из многих европейских стран. Великобритании, Франции, Германии. Наша изюминка в том, что все, что мы готовы предложить, выросло на наших грядках и в нашем саду. Покупаем только мясо. Ну и все готовым в тандыре. Мясо, рыбу. Еще у нас в меню долма, хаш-лома. А зимой, конечно же, хаш. Только вы позвоните заранее, чтобы мы вас ждали. Телефон и прочее мы оставили в описании к ролику. Своим вином оно у меня белое и красное. Я своих гостей просто угощаю. Но если кому понравится, мы продаем с собой. А еще тут есть такая экзотика, как сыр трех-четырехмесячной выдержки, который, условно говоря, хоронят в стене подвала с различными зеленью травами, где он дозревает. Это очень вкусно. Как рассказывает Анна, туристов много и зимой. Одна из фишек – чаепитие на уютной кухне возле печки. Чай, настоенный на различных травах. Варенье из инжира, черешни, персиков, чучхела. Кто не знает, это такая сладкая колбаса, внутри которой орехи. Кстати, у семьи есть свой персиковый сад. Сухофрукты из этих персиков – это что-то безобразное. Мы купили килограмм и потом жалели, что взяли мало. Мы еще картовушку зимой печем, придачу ко всей остальной еде. А белое вино из винограда – сорта Масхал. А вот он растет как раз. Ну и красное вино из сорта Аринии, понятное дело, рассказывает Анна. Городским детям здесь показывают, как и что растет на грядках. Жаль, шел дождь, так что экскурсия не состоялась. А еще в семье двое сыновей. Старшему – 15. Он уже вовсю шпарит по-английски и помогает родителям. А младшему – 12. Его зовут Аршавир. Он похож на Гарри Поттера. И его страсть – кубики-головоломки, которые родители закупают ему во всех вариантах. Посмотрите сами, как он их собирает. А нам пора уезжать. Были рады поделиться с вами рассказом об этом путешествии. Ваши Мика и Эля. Продолжение следует...